Здравствуйте. Добрый день. А мне бы Марию Мишкину услышать. Я слушаю вас. Меня зовут Андрей. Я получил газету в почтовый ящик. Комсомольская правда называется. Угу. Вот. Там нет никаких сходных данных, кроме того, что она отпечатана в типографии, а в сет. Вот. Ну, газета вся, она, то есть, сплошь и рядом пропаганду ведет за нашего Владимира Владимировича Путина. Угу. Мне сказали... Вопрос такой, какое отношение газета имеет, собственно, к издательскому дому «Комсомольская правда». А вы частное лицо или, в принципе, какой-либо организации? Я частное лицо интересуюсь как избиратель, не более того. Значит, смотрите. Вот. Что касается данных материалов, то их частично готовили наши внештатные сотрудники. писали по просьбе, скажем так, по заданию частного лица, индивидуальным предпринимателям. И верстка была также выполнена сотрудниками нашими. То есть, это такой заказ, какой-то на мест и на зерстку. Кто его дальше печатал и куда распространял, мы с Мирой не с нами. Это не газета, это, ну, по сути, листовка, я думаю, в итоге получилось. Хотя, я еще раз говорю, что это уже как бы не наши, так сказать, вопросы. А вот такой человек, как Дмитрий Петров, у вас работает? Просто тут одна из статей, его именем подписанная. Ну, это еще, я еще раз говорю, внештатные сотрудники выполняли работу. Понятно. Мария, если я вас правильно понял, то данная газета к издательскому дому «Комсомольская правда» отношения никакого не имеет или все-таки... Мы ее не печатали и не распространяли. И это ничего не да, листовка. Листовка, понятно. А то, что здесь стоит ваш логотип, это каким-то образом... Ну, а ничего страшного, там же не написано, что это газета, там, насколько разно нет выходных данных. Это просто, ну, вот наши дизайнеры решили сверстать ее так. Ничего страшного. То есть, все-таки это частично ваш проект или нет? Я понять просто не могу. Нет, нет, это просто выполнение заказа частного лица. Работы, скажем так, понимаете? То есть, попросили выполнить работу, мы сделали ее в определенном объеме. Угу, то есть, это сделали вы? Ну, частично работу выполняли мы, не штатные сотрудники писали, дизайнеры верстали. Угу. А то, что нет в исходных данных о том, что данная газета опубликована на средства издравительного фонда Владимира Владимировича Путина? Да, вот понятно, вы, допустим, придете к нам в редакцию, да, и схожете, у вас такие хорошие дизайнеры, заверстаете мне слоников, ну, условно говоря, да? Я там заплачу 100 рублей. Мы говорим, да, ради бога, мы заверстаем вам слоников, платите, ради бога, все сделаем. Вот примерно так же. Понятно, то есть, деньги решают все. В данном случае нестучит это, а что там такого особенного? Ну. Это там самые обычные, там выступление Владимира Владимировича опубликовано на его официальном сайте, там ничего крамольного совершенно нет. Понятно, но это, да, но это несколько разграничивает его от остальных кандидатов, собственно, получается, что все страницы посвящены ему, а остальные такие, ну, не очень хорошие получаются. У всех кандидатов есть право высказаться каким угодно образом. Угу, понятно. Ладно, спасибо вам большое, все предельно понятно, всего хорошего. Если будут вопросы, звоните, всего доброго. До свидания.